Московская финансово-юридическая академия МФЮА создана в 1995 году при поддержке правительства Москвы и Ассоциации международного образования. В 2010 году приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки МФЮА получила статус университета, подтверждающий значительные достижения в образовательной деятельности. С 2003 года МФЮА занимает первое место в российском рейтинге аккредитованных негосударственных вузов. В университете 50 направлений подготовки – банковское дело, экономика, страховое дело, туризм, финансы и многое другое. В числе востребованных сегодня направлений лидирующие позиции занимает журналистика, реклама и пиар. В МФЮА работает кафедра журналистики, рекламы и связей с общественностью. Наша кафедра журналистики, рекламы и связи с общественностью существует с основания вуза. Благодаря этому на кафедре существуют традиции. У нас выходят свои радиопередачи, телепередачи, существуют газеты, которые создают сами студенты. Мы с ними изучаем академические дисциплины – русский язык, литературу, культуру речи, семантика, прагматика и прочие скучные вещи. Но только студенты-журналисты МФЮА могут из этих скучных вещей сделать нечто веселое, забавное, креативное, потому что они действительно творческие люди. На факультет журналистики МФЮА поступают только те, у кого есть творческий потенциал. За это я их обожаю. Можно выбрать наиболее подходящую форму обучения – очную, заочную или очно-заочную. Образовательные программы МФЮА направлены на подготовку журналистов, которые смогут быть конкурентными на рынке труда. Залог успешного обучения – сочетание теоретических знаний и получение необходимых практических навыков. Преподаватели кафедры, кандидаты и доктора наук, практики, ведущие сотрудники телевидения и радио, известные мастера, члены Союза журналистов России и Союза писателей, бизнесмены, специалисты рекламных компаний. В главном корпусе МФЮА работает прекрасно оборудованная радиостудия, где предусмотрено все для проведения качественных прямых радиоэфиров, записи выпусков и авторских программ, живых интервью с гостями. Здесь обучающиеся могут отработать навыки радиоведущих и редакторов. В киношколе «Технопаркфильм» мы будем снимать настоящие мультфильмы и кино, монтировать видео. Нет. Давайте еще раз. Радио – это прежде всего голос, это тембральная краска. Мы читаем много произведений великих классиков. Мы пишем огромное количество творческих работ, интервью, эссе, репортажи, выпуски новостей, комментарии. Все, что востребовано сегодня на современном радио. Ну, помимо лекций, которые, наверное, не все студенты любят, потому что приходится просто сидеть и писать, у нас огромное количество практики. Причем не просто практики, да, там, посмотреть, поездить, еще что-то такое, а которые мы делаем сами. То есть мы делаем ток-шоу, подбираем героев, находим гостей, все организовываем. У нас есть радиоэфиры, которые мы проводим в радиорубке, которые у нас существуют. И мне кажется, это неотъемлемая часть учебного процесса, без которого невозможно стать настоящим профессиональным журналистом. Студенты уже с первого курса сами активно пробуют себя на профессиональном поприще. Занятия проходят в новом современном здании. В распоряжении обучающихся учебные съемочные студии и павильоны, оснащенные по всем техническим требованиям необходимой видео- и светотехникой, звукозаписывающим оборудованием и монтажными станциями. У студентов есть все необходимое и для самостоятельных выездных съемок. Здравствуйте, в эфире МФЮО-ТВ. С вами Елизавета Прошкина и Екатерина Новикова о главных новостях университета. Учащиеся работают с телесуфлером, оттачивая навыки телеведущего, снимают видеосюжеты, готовят ток-шоу и новостные выпуски. Всем привет! Мы вышли из долгой зимней спячки, чтобы вновь порадовать вас интересными новостями из жизни института. Не будем терять ни минуты. Второй выпуск программы «В курсе». Поехали! Работа проходит под руководством журналистов-практиков, которые передают студентам свои знания и опыт. Мы проходили предварительно кастинг, и после уже лично для меня это был очень крутой опыт перед суфлером на хромакее, и после это работа в паре и полноценный выпуск. В общем, очень круто. В МФУА регулярно проходят мастер-классы ведущих тележурналистов. У студентов есть возможность напрямую задать вопросы профессионалам своего дела. В числе спикеров телеведущие Владимир Познер, Эрнест Москявичус и Мария Ситль, журналист Андрей Караулов, телепродюсер Юрий Шалимов, креативный директор Максим Пономарев. Мы постоянно снимаем, у нас есть собственная передача. Когда к нам приходят какие-то люди на мастер-классы, у нас есть возможность взять интервью у них. Мы брали интервью у Владимира Познера, у Марии Ситль, у Эрнеста Москявичуса и других очень интересных людей. Если считать, что дело журналиста быть правдивым, своевременным, объективным, ни на кого не работать, кроме как на зрителя, стараться, чтобы его читатель или слушатель, или зритель был в курсе, не пытаться ему что-то доказывать, что вот это хорошо, а вот это плохо, а дать ему максимум информации, только точной, проверенной, чтобы сам вот этот человек, ваша аудитория, мог бы решить, что он думает по этому поводу. Здесь решены проблемы с бюрократической волокитой. Справки и документы студента МФУА могут получить в специальной службе одного окна. Все сделано для максимального удобства и экономии времени. Домашнее задание и всю необходимую информацию студенты всегда могут получить в личном кабинете. Особого внимания заслуживает активная и разнообразная студенческая жизнь. У нас есть множество различных мероприятий для вокалистов. Это, например, голос МФУА. У нас есть конкурс талантов «Минута славы», между прочим. Есть различные спортивные мероприятия, есть мероприятия интеллектуальные. И вообще, вот вся вот эта вот атмосфера в институте, она способствует для того, чтобы любая творческая личность могла развиваться. Чем хорош МФУА? Скажите мне, много ли университетов или институтов могут предоставить своим студентам такую замечательную практику, таких замечательных преподавателей? Производственную практику обучающиеся МФУА проходят на базе ведущих СМИ и рекламных агентств. Многие уже во время прохождения практики получают предложения о трудоустройстве. На базе ВУЗа работает Центр развития карьеры студентов и выпускников. Закончили наш факультет тележурналистики уникальные люди. К примеру, директор Пятого канала Шалимов Юрий Юрьевич. Это наш выпускник. Преподают у нас замечательные, лучшие в нашей стране и в мире преподаватели. Наши студенты самое классное на свете. Надежда нашей тележурналистики выходит из стен МФУА. Приехайте к нам учиться. МФУА. 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 Субтитры сделал DimaTorzok